Крайне важно сохранить свидетельство о преступлении российских оккупантов, говорят украинские правоохранители и правозащитники. Одно из них найдено в ходе ликвидации элитного полка российской армии дневник. Это записи офицера, который точно знал, куда и зачем он едет. Позже украинские бойцы передали этот уникальный трофей волонтерам, а те, в свою очередь, в музей. Откровения оккупанта изучали наши коллеги. Температура достигала 35 градусов Цельсия. Красивые горные, красивые жаркие дни напоминали мне 2019 год, когда я был курсантом. Историк-волонтер Юрий Фонигин читает короткие цитаты рукописи, точнее дневника оккупанта. Именно эти строки рассказывает мужчина, помогают понять, что автор – младший офицер, ему не больше 25 лет. Дневник начинается достаточно романтично и прагматично. Человек знает, куда он едет, знает, для чего едет. У него хорошее настроение, и перед ним стоит задача – отобразить свое, так сказать, путешествие. Дневник начинается в три часа дня, в День независимости Украины. 24 августа 2022 года молодой офицер российской армии в составе элитной бригады десантно-штурмовых войск отправился воевать в Украину. Первые несколько страниц детально все описывает. Ехали через Воронеж, Ростов-на-Дону, оккупированный Крым и уже потом на позиции. Запись, датированная 27 августа, более чем красноречива. Цитата. Впервые попал за границу. И здесь, в Херсонской области, на чужой земле. Ему были не рады. В отличие от россиян, украинцы не очень и рады были нас видеть. Дальше слово зачеркнуто. Проезжая мимо, некоторые старались не смотреть в нашу сторону, а некоторые, наоборот, смотрели на нас с уверенным лицом и видом полным презрения и ненависти. Запись о ненависти в глазах украинцев была последней в дневнике. Боевое путешествие младшего офицера оказалось недолгим. Элитную бригаду российской армии украинские бойцы уничтожили. Нашли минные заграждения, наткнулись на танки, поработали по танкам, отошли. Потом они по нам. Потом еще ребятам досталось. Потом, как их отбили с помощью арты, опять прошлись, зачистились. Нашел труп офицера. С бойцом, с позывным Вадимыч, нашедшим блокнот, связались по телефону всего на несколько минут, потому что защитник на фронте и лицо в целях безопасности не показывает. Прочел такое удивление, что почему украинцы так не любят русских, а они ведь пришли освобождать. Ну, что сказать. Мы сделали хорошую работу. Еще от минус одного офицера. Потом, когда Юрий в очередной раз привез помощь бойцам, Вадимыч передал рукопись волонтеру. Теперь же дневник оккупанта в Днепровском музее сопротивления Голодомору. Ценность чрезвычайная, потому что сейчас дневники вообще мало кто пишет. Здесь человек специально купил крафтовый блокнот с интересной обложкой. Наполеоновские планы. Красивой ручкой вез записи. Причем такие записи, которые предназначены для потомков, чтобы сохранить для семейной истории собственный, допустим, подвиг. В чрезвычайную ценность этого трофея верит и историк Юрий Фонигин. Надеется, что уже скоро дневник оккупанта попадет в экспозицию музея украинской победы. Это слова человека, который пишет. Человека-оккупанта. Он пишет собственноручно. Это его мысли. Это его личный дневник. И если у нас когда-нибудь и будет музей победы, то там такая вещь может быть. И она лучше характеризует врага. Нежели обломки мин, бомб, там какие-то вещи или сгоревшая техника. Тем временем День Победы на фронте приближают и украинские отважные воины. Я знаю, что мы победим, и это точно. Может, чуть раньше, чуть позже. Это не так существенно. Главное, что у нас наши семьи, наши люди. Пока в сердцах у нас победа есть, мы победим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!